Девушки отдыхают Мне это не нравится, Алл, мне вообще это не нравится, это плохо, да что там, это просто ужасно Мистер Уэйк, Барри, вы его нашли Привет, Роллс Ух ты, я как раз тоже о вас думала Здорово Как раз несла Расти кофе, он на балконе присматривает за Максом, бедняжка Мне надо бежать, рада была увидеться, мистер Уэйк До встречи Что за Макс? Вот дурочка Остынь, мистер, нападаю на всех Она не виновата Это очень хорошая девушка И что немаловажно, поклонница Ну правда, Алл, то, что ты говорил в машине, ты хоть сам себе веришь? Застрелил человека, а труп просто взял да исчез? Когда ты последний раз спал? Или это по кайфам? Или вообще бухой? Нет, послушай, Барри, Элис похитили, у меня неделя выпала из жизни Ты и сам понимаешь, как это звучит из твоих уст? Нет, понимаю, история крутая, тянет на бестселлер Но когда путаешь вымыслы с реальностью, это значит, что пора в дурку Жди здесь Тише, малыш, я уже почти закончил Вы Расти, да? Вы издаёте коттеджи? Мистер Уэйк, я бы пожал вам руку, но, как видите, мои заняты Вообще-то, извините, что вас прошу Но не могли бы вы принести бланк регистрации со стола? Он напротив Кривозубого Чарли Да, конечно Что случилось? Чёртовы браконьеры Макс попался в капкан Они здесь запрещены, да и вообще в парке не положено охотиться Но этим подонкам наплевать Ну, хотя бы с Максом всё будет в порядке Ему повезло Макс ещё не отошёл от укола И мне бы и не хотелось оставлять его одного Бланк лежит на столе напротив скелета Мамонта Так, малыш, уже почти всё Съё зал Ну нельзя просто пойти на встречу с похитителем Такие истории всегда кончаются катастрофой Тебе нужно пойти в полицию Она моя жена, и это мой долг Обсудим это потом Нет Вся эта история... Слушай, ты ударился головой В смысле, блин, Ал, пойми Со стороны это звучит как полный бред Если ты прикалываешься надо мной, стебёшься там У тебя получается Ага, посмеёмся над Барри Ну всё, я купился Очень смешно, Ал Завязывай Вот тот самый Бланк А вот ключи Так, это всё, мистер Уэйк Рад, что вы с нами Спасибо Как мне добраться до Лаверс Пик? Так, смотрите Туда ведёт тропа Просто идите по ней и придёте Лёгкая прогулка Отличное место Если не сумеете найти, смотрите на радиомачту Прямо под ней Да, если захотите пройтись по лесу, смотрите под ноги А то получится как с Максом Слушай, Ал Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты стрелял в парню Который бах и растворился Парня, которого не брали пули, пока ты не посвятил на него Такие истории рассказывают только из комнат с мягкими стенами Привязанные к койкам в белых рубашках с длинными связанными рукавами И с диетическим питанием в виде таблеток Ал, ты сам всегда ржал над людьми, которые верят в такую чушь Ты же скептик! В прошлом месяце ты мне прочитал часовую лекцию о гомеопатии Как там было, нет доказательств, значит чушь и точка Что ж, твоя очередь смеяться Ал, да ладно! В смысле, окей Окей, допустим, что-то странное таки произошло с тобой, так? Ну, спасибо за такое доверие Пойми ты меня уже, бестселлер ты мой Что бы ты думал на моем месте? Разгуливать посреди ночи с оружием? Тебя никто не просил приезжать Или ты мне помогаешь, или лети обратно в Нью-Йорк Решай сам Это же бред, Алл 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 Нужно пойти к шерифу или высвать ФБР Черт, Барри, они убьют ее! Это не чертова полемика, Барри Я иду к Лаверспик Он сказал прийти одному Ладно, ладно Я понимаю Но ты мой лучший друг, и я боюсь, что ты не в себе Скажи мне, как помочь, и я помогу Жди меня здесь И если до утра не вернусь, вызывай подмогу Поаккуратней с местными Алл Деревенщины опасны Туристов все ненавидят А то будет как в избавлении Будь здоров Местная природа меня убивает Здесь наверняка везде плесень, споры, ядовитые плющи Бог знает что еще Совершенно не стоит комиссионных 15% В этом году Мы видим, что Я буду ждать здесь, Алла. Буду держать обороты. Ну, духом я буду со мной все время. Я запираю дверь. Барри никогда не ладил с Элис. Но знал, что Алла любит ее до безумия. А теперь с Элис что-то случилось. И вот Алл вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился психоз, напрочь выбивший его из реальности. Это пугало Барри. Я знал, что нужно было пойти в полицию. Я, конечно, сглупил. Но я злился на Барри за то, что он пытался меня отговорить. Эти сволочи ведь не побоялись позвонить мне прямо в управление шерифа. Копов они не боялись. И в них была Элис. Приветствую вас, друзья. Как и обещал наш любимый доктор Нельсон, он только что припарковал свой сад в студии. Док, какие планы на день оленя? Ладно. Что ты? Я не настолько организован, чтобы строить планы. О, да. Да. Никаких планов. Да просто окунаясь в атмосферу. Для чего-то большего у меня уже здоровье не то. О, поподробнее. Никакого бега в мешках для пожилых людей, а? Да, именно, пак. Но я, конечно, посмотрю на парад. Ещё я буду в жюри конкурса пирогов. А для этого нужна особая комплекция. Да, вот такие упражнения по мне. А если серьёзно, док, вы в хорошей форме. Любите бывать на воздухе. Вы заядлый рыбак, так? Это правда. Между прочим, только сегодня с утра наловил кучу окуней. Но вы не участвуете в состязании рыбаков? Нет, нет. В этом году нет. Видишь, пат, я потерял к этому интерес. Теперь мне нравится наслаждаться процессом не торопясь. Когда беспокоит собственный улов, весь кайф пропадает. Учитывая ваши достижения, участники, наверное, рады, что вы теперь так думаете. Очень мило с твоей стороны, пат. Как видно? Продолжение следует... Продолжение следует... Преступление и наказание. Рак и лекарство цивилизации. Но для некоторых преступлений нет наказания. Особенно в Найт Спрингс. Сегодняшняя серия «Человек в зеркале». Вон внутри, сэр! Ну и чудо! Итак, вы убили того парня, да? Почему? Еще бы! Да, но почему? То есть вы нормальный человек, повели сына на футбол. Как же вышло, что во время игры вы накинулись на человека и, цитируя протокол ареста, нанесли множественные удары в области головы жертвы орудием убийства, а именно двумя кулаками. Отличная формулировка, а? Вижу, вы не оценили. Ладно, значит, вы забили его. Но почему? Кто он? Мы не смогли его опознать. За что вы его так... За его рожу! Сильно он вам не понравился, видимо. Его теперь не опознать. И документов нет. Сочувствую. Но мы проверили его отпечатки, сравнили с вашими, они идентичны. Ха, и что дальше? Ваш сын сказал, что на вас была белая рубашка, когда вы отправились на игру, но она на мертвеце. Скорее, красная. Вам это с рук не сойдет? Вы серьезно думаете, что мне интересно? У меня было полно времени, чтобы поговорить с сыном до приятокопов. Он никак не успокоится, правда? Думаете, он когда-нибудь придет в норму? Я оставил свой след, поверьте. Ты сволочь! Что? Застрелите меня? А смысл? Я еду в тюрьму! Вы меня взяли! Я ничего не понимаю. И не поймете. Не волнуйтесь. Возможно, вы меня еще увидите. Например, в зеркале. из-за удовольствия. Теперь можно сбежить. Возьми, что в 3-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-6-5-6-5-5-5-6-6-6-7. Пока. Разъясняйтесь. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. И он ей очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала ей, чего стоит нежный и мягкий мужчина. Расти хорошо к ней относился, развлекал ее и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты. И в этом горькая правда. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Внутри базы стояла вонь, будто сгнивший утопленник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я не мог отвести взгляд от его сломанной вывернутой ноги. Кто это сделал? Макс скулил у себя в клетке. У Расти горели глаза. Взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел. Мистер Уэйк. Все случилось точь в точь, как было написано на той странице. Жуткое зрелище. Это наш друг. И это нашли. Расти, держитесь. Я иду. Пошел, помоги. Кто-нибудь? Кабинет Рейнджера был заперт. Нужен был ключ. Кабинет Рейнджера был запрет. Она вернется за мной. Нужен свет в кабинете. У меня есть ключ. Ладно, Расти. Держись. Я скоро вернусь. Что бы это ни было, она далеко. Расти нашел страницу из рукописи. Она помогла бы мне понять, что произошло. Чтобы спасти Расти, нужно было включить электричество и зажечь свет. Кабинет Рейнджер был запрет. Расти в одиночестве. Расти завыл от боли и страха. Кабинет Рейнджер был запрет. Я опоздал. Кто-то сломал выключатель. Свет невозможно было включить. Кабинет Рейнджер был запрет. Кабинет Рейнджер был запрет. Что-то пробило в стене дыру размером с мамонта. Продолжение следует... 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 Кажется, никто не знал, куда подевался Ал. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была фанаткой писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была умна, хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Алле и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилось. Не мудрено, когда речь шла о женщинах, Барри и Ал редко были солидарны. Продолжение следует... Продолжение следует... Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг предо мной засиял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый непростой склад. Батарейки, ракеты и патроны. Запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что знал я. Продолжение следует... 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 Готовься, они догоняют. Вот так, Уэй. Последний бой. Еще сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончатся. Дай сюда чертову пушку. Они идут. Так не пойдет. Следуй сценарию, Уэй. Получи. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...